Гордость коллекции Пермской художественной галереи. Полотна Ивана Айвазовского. Сегодня среди картин знаменитого художника-мариниста, а также не менее знаменитых Ивана Шишкина, Ильи Репина и Роберта Фалька, проводят время совсем юные посетители. Самым старшим из них два года, младшим всего несколько месяцев от роду. Надежда Доценко пришла в галерею со своей внучкой. Для полуторагодовалой Ирины это первый большой выход в свет. Потому что когда были мои маленькие дети, мне некогда было с ними ходить. А вот с внучкой я сейчас не работаю и вот хожу. Я считаю, что с самого раннего детства надо развивать прекрасное в человеке. Наверное, что-то она запомнит немножко. Экскурсию для бабушек и внуков, молодых родителей и их чат проводит научный сотрудник галереи Ксения Зубакина. Она сама будущая мама. Ксении рассказывает, что такое натюрморт, портрет, пейзаж, стараясь не слишком утомить непоседливую юную аудиторию. Самую бурную реакцию у малышей вызывает работа одного из современных художников – инсталляция воронежского автора Сергея Горшкова под названием «Пир». Родителям с трудом удается оторвать детей от деревянных арт-объектов, иначе произведению актуального искусства быстро нашли бы практическое применение. Специалисты уверены, воспитание чувств начинается с самого нежного возраста. После экскурсии ребят пригласили в художественную лабораторию, где они попробовали создать свои первые произведения искусства. В окружении полотен голландской живописи 17 века пермские мадонны с младенцами лепят из пластилина, закрепляют впечатление от встречи с прекрасным. Давай будем банан лепить. У нас ведь есть занятия и с беременными женщинами проводятся, да, то есть мы начинаем сопровождать маленьких детей, вот буквально, когда они еще находятся в животе у мамы. Да, это воздействие там и музыки живой, и опять же, и предметов изобразительного искусства на маму, и это все, мы уверены в этом передается и ребенку, все ее положительные эмоции. В галерее считают, ценителей настоящего искусства необходимо воспитывать с самого раннего возраста, ведь в конечном итоге все эти полотна, скульптуры и прочие объекты исторического наследия останутся им. Юлия Зыкова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.